В Житомире исполком принял решение хоронить депутатов горсовета и чиновников мэрии за счет городской казны. Правда, стоимость церемонии не должна превышать 2000 гривен. Но даже в таком виде постановление вызвало недовольство горожан. Тем более на фоне того, что совсем недавно мэр Житомира собирался приобрести служебный автомобиль за 600 тысяч бюджетных гривен. Аким Галимов разбирался в тонкостях казенных похорон. На сайте Житомирского городского совета в разделе решение исполкома уже несколько дней висит документ под номером 668. Положение о возмещении затрат на похороны отдельных категорий граждан так и осталось бы незамеченным в ворохе других принятых решений, если бы под отдельными категориями граждан не значились депутаты и чиновники горсовета. Простым языком теперь им положены казенные похороны. В дополнении к решению Житомирского исполкома четко указано, на что могут рассчитывать люди, которые работают, заседают и принимают решения в этом здании. В перечне 9 пунктов, среди которых услуги автокатафалка, копание могилы механическим способом, гроб, крест, подпись на кресте, венок средний или большой. Видимо, это зависит от заслуг перед городом и даже автобус сопровождения. Секретарь горсовета, теперь тоже имеющая право на бесплатные похороны, не может понять, почему решение встретило негативный отклик у жителей. Ведь и раньше мэрия хоронила за казенный счет одиноких людей или почетных горожан. Если вопрос стоит о том, что имеют ли право действующие депутаты в случае кончины быть погребенными за счет горсовета, то я, например, скажу, да, имеют право. Они работают сегодня на общественных началах, заработную плату не получают. И они сегодня есть представителями громады миста. Почему, в общем-то, в случае их смерти они не могут быть похоронены за счет этой же громады миста? Правда, общественность никто не спрашивал. Впрочем, Наталья Леонченко говорит, депутаты умирают нечасто и потери для бюджета города небольшие. Тем более, есть четкие тарифы, согласно которым из казны компенсируют затраты на похороны. Не разгуляешься, смотрите, тут, допустим, послуги катафалка 450 гривен. В общем, сумма церемоний не должна превышать 1927 гривен. Вот какой наборчик можно за эти деньги сделать? Значит, наборчик перед ней была скатунья. Значит, показывайте домовину. Это самая простая домовина. Василий Иванович показывает самый простой гроб в коммунальном предприятии по оказанию ритуальных услуг. По договору именно эта контора будет организовывать похороны. Цена изделия – 446 гривен. Душечка-душечка идет. Китка любит, это, конечно, цена идет. Они все у нас такие идут, укомплектованные. То есть уже ничего не требует. То есть из казны оплачивается все самое простое, говорит директор предприятия. Если клиенты хотят большего, за свой счет. За счет городского бюджета, рассказывает Василий Ганченко, депутатов и чиновников хоронили и раньше. Просто исполком выносил решения по каждому случаю отдельно. А теперь приняли одно положение на все случаи. Аким Галимов, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер, Житомир.